Здравствуйте, это проект «Простая экономика». Меня зовут Ольга Голодова. Сегодня у нас спецвыпуск, который посвящен 25-летию независимости нашего государства. Мы постарались собрать для вас самые интересные факты и цифры про Украину. Итак, Украина – независимое, суверенное государство, расположенное в Восточной Европе. Площадь составляет 603 тысячи квадратных километров. Это самая большая страна в Европе. Украина – одно из древнейших государств со времен крещения Киевской Руси. Это 988 год. И одно из самых молодых независимых государств в мире с возрастом в 25 лет. До 24 августа 1991 года Украина была в составе пяти стран мира – Польши, Литвы, Российской империи, Австро-Венгрии и частично Турции. Общая численность населения составляет более 42 миллионов человек. Национальная валюта – гривна. Новое поколение украинской валюты напоминает европейские банкноты – евро. 8 лет назад комиссия по эстетике Международного финансового банка признала украинскую гривну одной из пяти самых красивых валют мира. Два года назад Россия начала необъявленную войну против Украины. Ее называют еще гибридной. Это когда, кроме оружия, применяется технология пропаганды. За это время у нас так называемая братская страна забрала Крым и частично лишила нас контроля над Донецкой и Луганской областями. Несмотря на это, эксперты уверены, после проведения реформ и улучшения бизнес-климата, экономика Украины все еще может выйти на уровень восточноевропейских стран. До военной агрессии Украина стабильно обгоняла по уровню ВВП на душу населения Молдову и практически доходила до показателей Грузии. Однако в 2014 году ситуация резко ухудшилась. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, за короткий период страна потеряла почти 16% ВВП, 20,5% промышленности. В то же время цены выросли на 40%. Экономисты считают, что делать ставки необходимо на сельское хозяйство, аграрный бизнес и IT-сектор, ну и прежде всего провести судебную и налоговую реформы. Эксперты отмечают, ВВП на протяжении 2017-2019 годов будет расти в среднем на 3,8% ежегодно. По информации агентства Bloomberg, украинская экономика постепенно стабилизируется. Гривна, потерявшая в прошлом году более трети своей стоимости, нормализовалась. Инфляция опустилась ниже 10%, а инвестиции постепенно растут. К слову, экономика Украины занимает всего 0,1% от общемирового ВВП. Объемы экспорта и импорта в Украине составляют порядка 100% ВВП и более 60% экспорта из Украины. Это металл, руда, химия и зерно. В начале этого года Украина стала крупнейшим экспортером кукурузы в Китай, опередив даже США. Всего это почти 4 миллиона тонн культуры, то есть более 80% общего объема ее экспорта. Основную часть своих доходов украинцы тратят на еду. Уровень затрат на продукты питания у нас один из самых высоких в мире – 37,7%. У нашего государства высокий индекс человеческого капитала. Украина занимает 31 место из 124 стран. В мировом рейтинге по благотворительности Украина занимает 89 место из 145. В Украине самый низкий в Европе показатель по выпуску книг. На 1 миллион человек ежегодно выдают чуть меньше полутысячи разных книг. Но в то же время в прошлом году кассовые сборы в кинотеатрах Украины поставили рекорд. За год собрали более 1 миллиарда 200 миллионов гривен. К слову, в стране работает около 500 кинозалов. По данным изданий US News and World Report, в этом году Украина вошла в рейтинг лучших стран мира. Эксперты оценивали туризм и приключения, социальные обязательства государства, культурное влияние, инновации, историческое наследие, темп простой экономики, открытость для бизнеса, влиятельность на мировой арене, уровень жизни. Согласно данным программы развития ООН, мы находимся на 81-м месте из 188 в рейтинге самых благоприятных стран для жизни. В рейтинге самых влиятельных паспортов Atom Capital Украина заняла 37-е место из 80-ти. Все больше людей хочет получить украинский паспорт. Ну, конечно, он дает возможность безвизового въезда в 96 стран. У нас, кстати, в Европе 6 стран-друзей. Это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Финляндия. По результатам оценки привлечения новейших технологий и интернета для достижения дипломатических целей, Украина заняла в мире 11-е место из 210 стран. И в завершении в рейтинге самых счастливых стран Украина на 111-м месте из 158. Давайте стремиться с каждым годом быть еще чуточку счастливее. С днем рождения, любимая страна! С днем незалежности к Украину! Это был спецвыпуск проекта «Простая экономика». Меня зовут Ольга Голодова. До новых встреч!